Дорогие мои братья и сестры, мир вам! Еще раз разрешите поздравить вас с милостью Господней, которая обновилась и в это утро, и Господь позволил нам перейти в 2016 год, поэтому да благословит всех нас Господь. И в этот вечер, в первый день Нового года, мы собрались для того, чтобы поблагодарить Господа за то, что Он позволил нам перешагнуть этот рубеж, и также попросить Его благословения на предстоящий год, чтобы Господь хранил нас в своей благодати, чтобы мы ходили Его путями, чтобы мы познавали Его, чтобы мы узнавали волю Его, чтобы мы исполняли волю Его, чтобы мы исполнялись Духом, в общем, чтобы мы поклонялись Ему и прославляли Его. Перед тем, как я зачитаю текст, вы можете подойти чуть поближе, чтобы не так рассеянно сидеть по залу. Пожалуйста, братья и сестры, пожалуйста, пять первых рядов займите, если возможно, чтобы мы все вот так вот компактно сидели. Текст перед молитвой, который сегодня хочу предложить, будет из послания к Ефесянам. И это Павел, апостол, поет гимн, гимн хвалы Небесному Отцу за ту благодать, которую Он явил нам в Иисусе Христе. Послушайте, как Он прекрасно в Духе, будучи движимым Духом Святым, воспевает Богу. С третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением на небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде основания мира, чтобы явить нас, святых и непорочных, пред Ним в любви, предопределив для нас усыновление себе через Иисуса Христа по благосклонности воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он приумножил в нас во всякой премудрости и понимании, дав нам познать тайну воли Его по благоволению Своему, которое Он предопределил в Нем, на устроение полноты времен, чтобы все соединить во Христе, то, что на небесах и что на земле, в Нем, в Котором и мы получили наследие, будучи предназначенными по замыслу Того, Кто все совершает по усмотрению воли Своей, чтобы нам быть к похвале славы Его теми, Кто прежде возлагал надежду во Христе, в Котором и Вы услышал Слово Истины, Евангелие, спасение Вашего, и в Которого, уверовав, были отмечены печатью обещанным Святым Духом, Который и есть залог наследия нашего в искупление достояния, в похвалу славы Его. Помолимся. Отец Небесный, в этот вечер мы поклоняемся Твоему имени и благодарим Тебя за милость Твою и любовь, которую Ты оказал в Иисусе Христе. Мы радуемся тому, Господь, что Ты не оставил погибать грешного человека, но Сам, Сам спас каждого из нас, не по делам нашим, не по нашим заслугам, но исключительно по Твоей благодати и милости. И в этот вечер, преклоняясь перед Тобою, Господь, желаем прославить имя Твое, желаем воспеть имени Твоему, желаем, Господь, вникнуть в Слово Твое, в закон святой и совершенный, дабы утвердиться в Твоем Слове и дабы в нашей жизни исполнилась Твоя воля. Благослови нас сегодня вечером, предстоящих перед Тобою. Помоги нам, Господи, прославить Тебя и дай славу Твоему имени, имени Небесного Отца, Сыном и Святого Духа. Аминь. Давайте мы вместе споем «Прославим Бога одной семьей». Аминь. 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 а а а и а 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 и видим а а Кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Кто любит Господа, кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Нас утешает святое слово, Иисус сказал, к тому придет, кто любит Господа. Кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Проходят годы, стареют люди, но улыбнитесь, звучат слова. Кто любит Господа, кто любит Господа, готовы встретить вас. Кто любит Господа, кто любит Господа, готовы встретить вас. Небеса Субтитры создавал DimaTorzok Хочет всех людей Господь благословить, Дверь с благую сердце каждому вложить. Субтитры создавал DimaTorzok Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Счастлив, кто спасителю себя даст, Кто его возлюбит, тот полу воздаст. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Иисус, а ты пусти. Иисус, а ты пусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисус, а ты пусти. Слава нашему Господу и за этот вечер, за этот первый день в этом новом году, что Он даровал нам жить и в этом году, и Его благословения для нас не прекратились. Я также пользуюсь возможностью и хочу благодарить Бога за то, что Бог расположил ваши сердца. Поучаствуйте в наших последних проводах, моего тестя, Маринонова Папу. И мы стали свидетелями еще одного закона, который выполняется над каждым из нас, что наступает время, когда человек должен предстать пред Господом. И я хочу сегодня порассуждать, прочитать вместе с вами, порассуждать над Псалмом 145. «Аллилуйя! Хвали душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есть! Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь поставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев и поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой. Сион в роды и в роды, и в род. Аллилуйя! Мы сегодня здесь, на этой земле, лишь только потому, что Господь наш жив. Господь жив и жива наша душа. И независимо от того, на кого упывают люди, Господня милость все равно распространяется над ними. Но для каждого человека важно иметь правильное основание или правильную личность, на которую они могут уповать и надеяться. И мы видим здесь очень хороший пример. Я буду славить Господа, доколе я жив. И надежда моя на Господа. И как мы были свидетелями, не все, конечно, но многие были свидетелями, как когда человек надеется на Господа, то Господь его готовит ко встрече с ним. И берет его тогда, когда он готов. Не раньше, не позже. Но в тот день, в который он приготовит этого человека ко встрече, он его забирает. И если мы уповаем на людей, на князей, то наше упование ненадежное. Что-то происходит с этим князем или нашим знакомым, близким, который имеет определенную власть. И что происходит с нашим упованием? Оно рушится. Оно рушится, и дальше мы остаемся как ни к чему не причастны. Но когда мы имеем упование нашего Господа, то абсолютно без разницы, что происходит вокруг нас. Как в свое время Давид говорил, падут возле меня тысячи. Но меня не коснется. Почему? Потому что Господь есть твердое упование. И как мы здесь ниже видим, он смотрит за тем, чтобы вечно хранить верность. Мы очень часто бываем неверными в своей жизни. Мы можем пообещать что-то кому-то и забыть. Проходит время, мы вспоминаем, а я обещал вчера помочь кому-то или что-то сделать. Наша верность ничего не стоит. Мы забываем. Забывает ли что-то Господь? Никогда. Он говорит, не оставлю вас и не покину. И еще больше он говорит, что не дам никому быть испытанным сверх сил. Даже тогда, когда мы влазим в какую-то неприятную ситуацию, Бог наблюдает за нами и извлекает нас оттуда, с этой ситуации, видя, что наши силы уже на пределе. И он говорит, не дам вам быть испытанным сверх сил, когда вы впадаете в искушение по своей собственной инициативе. Бог хранит верность. Я думаю, что каждый из нас, если оглянется назад и посмотрит, как Бог участвовал в жизни нашей, то мы можем сравнить вот эти все верные поступки или верность Божью в нашей жизни с нашей верностью, и мы поймем, что мы далеко не верны. И часто забываем, часто просто пускаем все на самотек и не пытаемся быть верными, потому что, может быть, устали. Считаем, ну, я не могу, я устал, я не должен быть исполнять то, что я обещал. Но Бог обещал, что из руки Его никто не похитит. Как вы думаете, Он наблюдает за этим? Обязательно. До тех пор, пока мы сами не выйдем из этой руки. До тех пор, пока мы сами не откажемся от Его покрова, от Его защиты. До тех пор, пока мы не скажем, нет, Господи, Ты мне больше не нужен. Бог будет хранить нас и будет оставаться верным своему Слову. От нас только требуется всегда уповать на Него. И всегда, когда мы оказываемся неверными, чтобы нам обращаться к Нему. Чтобы, если возможно, исправить то, в чем мы были неверны. В некоторых ситуациях мы не можем уже ничего исправить. Время уходит, что-то изменяется, и назад ничего возвратить невозможно. Но бывают ситуации, когда мы можем что-то исправить. И мы помним такой случай, когда Христос пришел к одному человеку в дом. Этот человек принял Христа, и Он сказал, «Кого обидел, воздам вчетверо». Эта ситуация в нашей жизни сейчас случается. Мы должны помнить, кому мы должны или кого мы обидели. То желательно бы хотя бы вернуть то, что мы взяли или отдали. Чтобы нам хранить нашу верность перед Богом. Бог любит нас. Он обличает нас и наказывает. Но наказывает не так, как часто мы, бывает, наказываем своих детей. Он наказывает нас с нежностью и с определенной мерой, наблюдая. Он никогда нас не наказывает чрезмерно за наши же поступки неверные перед Ним. Потому что Он Бог милующий. Он остается верным и во всем этом. И мы читаем здесь ниже, что же это за Бог, который отверзает очи слепым. Он верен в этом. В нашей ситуации мы, наверное, тоже кто-нибудь встречался, когда Бог дает человеку зрение. И мы видим, что жизнь Иисуса Христа наполнена такими событиями. Он выпрямляет согбенных. Он любит праведных. И он наблюдает за пришельцем. Помните, какой закон был народа израильского? Как поступать с пришельцем? Его расценивали на уровне израильтянина. И было повеление, чтобы не обижать его, чтобы не ущемлять его ни в чем. А мы пришельцы в этой стране. Бог верен своим словам. Мы же с чем мы сюда приехали? Большинство из нас мы принесли с собой, может быть, кто-то по сумочке, может быть, кто-то по две. А сейчас давайте мы посмотрим, сколько сумок мы можем набрать. Я думаю, что мы не сможем унести. Бог остается верным. Он и в этом дал нам все необходимое, и мы ни в чем не имеем нужды в этой стране, где мы являемся пришельцами. Посмотрите, какое упование мы имеем. Кто? Тот Бог, на которого мы упываем. Бог, который является творцом неба, земли, всего видимого и невидимого. И Он является нашим Богом, нашим другом. Что больше можно желать? Я думаю, что мы должны желать того, чтобы наше сердце было благодарно этому Богу. Давайте мы посмотрим, если мы попросили кого-то в этом мире, человека, имеющего определенную власть, попросили о чем-то, чтобы он поучаствовал в каких-то наших нуждах, то мы забываем его благодарить. Я думаю, что никто не забывает. Мы несем что-то, как-то хотим его отблагодарить. Насколько большей благодарности достоин наш Бог, который каждый день держит наше дыхание. Потому что мы им живем, движемся и существуем. Это наш друг верный, хотя мы часто бываем неверны по отношению к нему. Не достоин ли он славы? Давайте мы сейчас приклоним наше колено и воздадим славу этому Богу вечному, единому, чудному, любящему, многомилостивому и долготерпеливому. Ему за все добудет слава. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 и горьких расставаний, не сбывшихся и сбывшихся мечтаний, а сколько никому не видных битв с самим собой и трепетных молитв, а сколько слез и сердца сокрушений, и тайны в тишине ночной прошений. Все то, что составляло нашу жизнь, все, что тянуло нас то ввысь, то вниз. А сколько мыслей новых, планов свежих. А год прошел, и мы как будто те же, но все же мы немножко изменились, чему-то незаметно научились. Экклесиаз продолжает десятым стихом. Бывает нечто, что говорят, вот это новое, но это уже было в веках бывших прежде нас. «У Нового года сплошные секреты, таинственно замкнутый круг не даст наперед на вопросы ответы, как будто бы нем он и глух. Как будто бы нем он и глух. Пройдем за порог, перед нами тропинка, и свет на один только миг, и это ничтожное знание крупинка достаточной будет на сдвиг, и тихо, на ощупь. Ступая по вере, пойдем за ведущим огнем, как шли мудрецы к неизвестной пещере, упорно уверены в нем. И звездочка света при зернышке веры достаточной будет вести сквозь горы, долины и бурные реки вперед к завершению пути. И только с таким абсолютным доверием решайся в год новый вступать. Дается оно тем, кто ищет поверив Христа и Его благодать». И только исчерпывающий ответ нам дает сам Бог через Павла во втором послании к Коринфянам в 5 главе 17 стихе. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Аминь. Братья и сестры, я вас всех приветствую в этом Новом году мира вам, любви Божьей, страха священного, потому что без страха Божьего нам не дойти. И в Слове Божьем написаны такие замечательные слова, когда Христос утешает своих учеников и говорит, «Мир вам даю вам, не так, как мир, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Я хочу коротенькое стихотворение рассказать. «Сегодня слышим, с Новым годом один другому говорят, мечтают все, а счастье новом все в жизни лучшего хотят. Когда же Новый год подходит, все от него чего-то ждут. И так за годом год проходит, а люди счастья не найдут. То счастье не в удобствах жизни, в кругу домашних и родных, не в процветании чизны, не в удовольствиях, простых. Но есть... Ох! Но есть одно. Правильно. Но есть одно лишь в мире счастье. И счастье то нам Бог дает, оно ни слава, ни богатство. Вся эта мишура пройдет. Пройдет все это незаметно, как исчезает старый год. Вот счастье в чем? Мир с Богом вечный. Блажен в чем сердце? Он живет. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мир вам и благодать от нашего Господа. Хочется сыграть вам псалм, который я помню с детства. Чудное озеро Генесовецкое с чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого. Я желаю себе и вам, чтобы наша жизнь, она была отражением нашего Господа. Аминь. Игорь Назарецкий. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 соседке моей четыре с половиной года сейчас, а было летом четыре. И ее уже повели вот эту, вы знаете, преску, да? Кто моложе, они знают. И сейчас в школах уже спрашивают, ты мальчик или девочка, правда? Такое. И вы знаете, дедушка, он по-английски не понимает, а девочка уже отвечает, как тебя зовут, как фамилия, где адрес, сколько тебе лет, и так дальше. А потом учительница спрашивает, а ты девочка или мальчик? Она говорит, девочка, идут домой назад, она и говорит ему, диду, я в эту учительнице учиться не хочу. А почему она такая хорошая? Диду, она такая дурнакаша, что не зная, что ей девочка не понимает даже это. И этот тогда сосед пришел ко мне и говорит, объясните мне, что это такое, не спрашивать в школе? Я так посмотрел на него, думаю, начну объяснять, начнет обо мне думать, как девочка обучительница, не поймет. Думаю, не буду объяснять ему ничего, сам поймет куда-нибудь. Остаться с ним другом. Он хороший человек, я с ним дружу. Братья и сестры, вот пророчество, я прочитаю само пророчество Осии, 11 глава, 1 стих. Когда Израиль был юн, Господь говорит, я любил его и из Египта вызвал я сына моего. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал я сына моего. Я хотел бы сегодня рассуждать в три такие направления, что это относится к Израилю, к еврейскому народу, это относится к Иисусу Христу и как оно может относиться к нам сегодня и может ли. Вот в таких, как бы сказать, аспектах я хочу посмотреть почти на каждое вот это слово. Что бы оно значило? Значило. Египет. Это особое место для евреев Египет. Когда рассматриваем или изучаем Священное Писание, мы знаем, и вы знаете, братья и сестры, что в Египте был Авраам. А чего он туда бежал? Чего он туда ушел? Голод был в стране. Он бежал от голода. В Египте был Иаков. Тоже были трудные времена. Тоже туда пошел в Египет. В Египте был Иосиф. И вы помните, как он туда попал, Иосиф, с какими трудностями, как он там страдал. Вы знаете, в Египте был Моисей. Моисей вырос, воспитан был в Египте. И когда они вышли с Египта, интересно, что они строили с Кению. И когда строили с Кению, я вам скажу, что они строили из трофейных материалов, которые они захватили с Египта. Оттуда взяли. Где они взяли? Они оттуда прихватили. Египет – это особое место. Соломон строил храм, и я вам скажу, что лес, даже камни, даже строители, каменщики, они были с Египта. Почему-то Господь разрешил язычникам принимать участие в строительстве храма. Возможно, я не знаю, потому что мы в будущем, как говорится, были соучастниками этого спасения во Христе. Египет – это особое место, но означает оно страдание. Египет на еврейском это страна горя, страна испытаний, страна трудностей. Когда поселились там, Пьер Иаков поселился там, то он поселился в стране Гесем. Правильно? Это на египетском языке означает, на еврейском языке означает, что это благополучие, благоденствие. Он поселился в стране благополучия, но со временем уже оно не стало называться Гесем, а уже было Египет, то есть страдания, горе, трудности. Вот Египет. Египет – это такое место, где евреи страдали очень много. Я бы сказал, что, когда я читаю вторую главу книги «Исход», и там, как она кончается, эта глава, в принципе, вторая глава, она говорит о Моисея от рождения до его женитьбы. Это как короткая глава, в одной главе это описывается, о Моисея. Я бы сказал такую мысль. Когда на еврейский народ, на израильский народ еще больше было наложено вот этих страданий и трудностей, тут появляется свет, рождается Моисей. Господь посылает проблеск, свет. И уже заканчивается вторая глава. Я вот читаю, что «Истинали сыны Израилевы». Обратите внимание, «стинали». Это даже такое слово у нас и не употребляется сегодня. От работы. «Вопияли». Вопль их дошел до Бога, вошел до Бога, к Богу. Написано, «Бог услышал их стенания и вспомнил Завел с Авраамом и увидел Бог Израилевых, сынов Израилевых и презрел их Бог». Им уже было невыносимо там находиться в этом Египте и Господь их услышал. И у меня такой вопрос интересно. Есть ли израильский народ сыны Божьи? А почему они страдали? Почему вдруг сынам Божьим нужно страдать? Я вспомнил одну историю. Я не знаю, рассказывал вам или нет. Я был в Миннесоте, жил и приехал в Умбранд, может, вы знаете, такого еврей. Он сам из Румынии. И вот он рассказывает, как он страдал. Страдания в него были очень большие. Он много лет пострадал. И он рассказывал нам одну историю, что, не историю, а в его жизни, что, когда его забрали вот эти коммунисты, румынские кегибисты, забрали его в тюрьму, в это же время он даже не знал, арестовали его жену. И у него было, по-моему, пятеро, он говорил, детей. Старшие, то они помнили и имя, и фамилию, и после тюрьмы нашли. Но меньшенькому было до пяти лет. До пяти лет. И его забрали, и ему дали другое имя какое-то, другую фамилию. И он так рассказывал своему сыне, а я сидел в ряду, и он говорит, вопрос, а я поднял руку, говорю, а сына, вы меньшего нашли? А он стоял и слезы так у него. А я думаю, зачем я спросил? Он говорит, я его в вечности встречу. Говорит, я верю, что я, говорит, за него молюсь, молился, и Господь дал мне такую веру, что я его в вечности встречу. Он так его не... Страдание. Почему же все же таки страдают народ Божий? И действительно, братья и сестры, страдание – это как неотъемлемая часть в христианской жизни. Очень часто так бывает, когда вот темнота вот все больше и больше, все темнее и темнее, и тут Господь проявляет свет, показывает свет, показывает какой-то выход. Я бы сказал, что даже тогда, когда человеческие усилия кончаются, уже человек, ну, ничего не может делать, как вот Израиля, как и Иосифа, вы знаете, тогда начинает действовать Господь. Я... Перед Новым годом посмотрели дома фильм про Иосифа. Что-то хотелось смотреть христианское, что-то, посмотрели про Иосифа. И вы знаете, так мы говорим, Иосиф, Иосиф, он был в Египте, страдал. Там показывало, что я же не мог... Когда он попал в темницу, после всех этих своих, своего служения, преданности, верности, он там хватился, бедный за такую решетку, как он кричал. Кричал, Боже, где ты? Где ты? Почему я страдаю? Почему такое? Ты есть Боже? Он уже, знаете, как говорится, аж веру терял, кричал, к Богу пел. Вот такие были страдания. Да, народ Божий страдает. Но вот Господь говорит, что когда Израиль был юн, я любил ее. И из Египта вызвал я сына своего. Из Египта. А как он вызвал? Интересно, как он вызвал? Я вам скажу, как выходили. Мы так читаем. Но другой пророк интереснее говорит, как Господь вызвал сына своего из Египта. Он говорит так, что такое слово мы сегодня не употребляем. Стенорушитель. Кто употребляет это слово сегодня в нашем языке? Стенорушитель. Значит, не употребляем. Но Господь говорит, перед ними пойдет стенорушитель. Он разрушит тот стенорушитель, стены будет рушить. Они сокрушат преграды, когда будут выходить из Египта. Войдут сквозь ворота и выйдут ими. Ворота всегда в Библии означает власть и силу. Вот они войдут через эту чью-то чужую силу и выйдут оттуда, говорит Господь. Ничто их не удержит. И дальше говорит, и царь пойдет перед ними, впереди пойдет перед ними. А потом последние слова, которые мне очень нравятся. И во главе их Господь пойдет. Братья и сестры, и во главе их пошел Господь пойдет. И я думаю, если это можно применить к церкви, если это можно применить к себе сегодня, к вам применить, то это просто, я бы сказал, здорово и прекрасно. Впереди церкви пойдет сам Господь. Неужели не доведет до вечности, братья и сестры? Сам Господь идет, сам Всевышний идет во главе. Он доведет народ свой до вечности. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал я сына своего. Давайте попробуем применить. Оно так и есть. Это относится к израильскому народу или к семени Авраама, по телу. Вот это относится до Сына Божьего, нашего Иисуса Христа. Это божественная семья. И это, я думаю, относится, братья и сестры, и до семени Авраама, по вере. Мы с вами сыны Авраама, по вере. По вере мы. Оно относится и к нам. Если взять относительно к евреям, то написано, что евреи вызвал их. Евреи должны были выйти. Выйти из этого места. И, слушайте, второй пророк один говорит, что так, я прочту это место. Встаньте и уходите, ибо страна это не место вашего покоя. Он говорит им, когда они были в Египте, встаньте и уходите. Это не место вашего покоя. Вы не должны здесь быть. Вы должны, вот это слово английское, must, вы должны уйти с этого места. Сыны Авраама, они должны оставить Египет. И они должны уйти оттуда. Так само, братья и сестры, Иосиф с Марией. Господь сказал, встань и уходи из Египта. Тебе там было тихо, прекрасно, хорошо. Но ты уйди оттуда. Сын мой не должен воспитываться там в Египте. Он должен воспитываться среди богопоклонников, богопочитателей. Там он, встаньте и иди, и выйди. Разве это не относится ко мне сегодня, к нам, братья и сестры? Разве мы не должны выйти из Египта? Мы и вышли с него. Как бы он дружелюбен не был, я бы даже сказал бы больше, мир этот, где мы сейчас находимся, как бы он нехорош не был к нам, дружелюбен, все равно нам сказано встаньте и уходите. Когда-то вот и брат говорил, что перешел один в вечность. Господь сказал, встань и уходи. Встань и уходи. Евреям нужно было выйти из Египта. Но чтобы выйти из Египта, нужно было сначала войти туда, або спуститься туда, быть в Египте. Должно было быть переселение. И действительно, очень трудное было переселение, братья и сестры. Я когда читаешь об этом Иосифе, как началось это переселение в Египет, то думаешь, неужели не можно было какой-то другой путь? Как он страдал? Как страдал Иаку? Сына потерять. Как вот человека тут в Умбрандт потерял своего сыночка и не увидел больше в жизни. Какое страдание переносит народ Божий? Почему? Вы знаете, мне трудно объяснить вам, я неправильно сказал, не то, что трудно, наверное, я не смогу объяснить слова, где написано, кого я люблю, тех что? Тех обличаю и наказываю. Возможно, трудно, возможно, не возможно. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Я записал себе такую строчку, что никто сказал, не знаю кто, что Господь быстрее допустит своему сыну страдать, нежели грешить. Господь быстрее допустит страдания, нежели допустит своему сыну грешить. Это очень важный момент. Может быть, в какой-то степени и ответ. Я читал еще одну мысль, что один из признаков избранных Божьих детей заключается в том, что они страдают. Да? Один из признаков. Некоторые проповедуют благополучие жизни. Нет. Один из признаков, братья и сестры, мы страдаем. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Я должен пройти путь Египта, путь страданий. Почему? Да даже потому, даже потому, что я из Египта вызвал сына своего. Он вызывает сыновей своих. Я потомок Авраама по вере. Я имею пройти этот Египет, потому что оттуда вызывал Господь. Знаете, еще один пророк говорил интересную мысль, или даже не пророк, а написано, что Господь сказал Аврааму, если мы потомки, то это будет относиться к нам. Смотрите, что говорит Господь. Знай, потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Вы будете, если мы потомки по вере Авраама, мы тоже, братья и сестры, пришельцы не в своей земле. Мы в земле египетской, а там страдания, а страдания предпочтительнее греха. Обратим на это внимание. Давайте еще на одно слово обратим внимание. Когда он был юн или молод, когда он был юн или молод, юность Израиля практически прошла страдания, братья и сестры. Когда Израиль был молод, окей, как вы считаете, когда можно было перенести легче искушение, страдания, когда ты, как говорится, еще только-только в вере или уже возмужал в вере, гадал в вере. Кажется, что уже когда возмужал, правда? Когда ты сильный в вере, тогда ты можешь перенести. Но когда ты был юн, ты был в Египте, ты тогда страдал, много страдал. Знаете, я так думаю, страдания в юности. Я вспоминаю Ваню Моисеева, он на два года моложе меня. Он сам с Молдавии. Вы знаете историю Вани Моисеева? Знаете? Я с его двоюродной сестрой, ее зовут Сепфора, в Кишиневе, когда жил, мы с ней общались. Ну, тут есть знают, которые, да. Я спрашивал, он много рассказывал про этого юношу. И вот подумать, ну, почему в такие юные годы, в каких-то 18 лет так этот юноша пострадал, что даже убили его в вере. Но как его мучили. Но во время страданий, как Господь являлся ему. Как Господь являлся ему, можно аж позавидовать. И хочется, чтобы мне так явился. Да, но как он страдал, когда он был юн, когда он был юн. Знаете, я записал себе такую мысль сказать, дорогой брат, милый брат, если ты Богом избранный быть сыном его, ты должен побывать в Египте. Ты должен перенести это. Потому что из Египта я вызвал сына своего. Пророк говорит, плачу Реми. Благо человеку, когда он в юности переносит страдания. Не в старости, а когда в юности он пронесет то, что должно было пронести ему. Ты был юн, и в юности ты страдал. Я вам скажу, что я в своей юности намного больше перенес гонений и страданий, чем в этих годах сейчас, куда мы сейчас скрылись в Америке. Давайте еще обращу внимание на другое слово. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал на слово сына своего. Интересное слово. Я вызвал сына своего. А ведь до этого момента Израиль ни разу не назывался сыном. Бог Авраама не называл сыном. Как он его называл? Другом, да? Друг мой Авраам. Иакова сыном не называл. Кого же он назвал сыном? И когда назвал? Когда Моисей стал пред фараоном, и там впервые я читаю дословно. Так говорит Господь. Это Моисей говорит фараону. Так говорит Господь. Израиль есть сын мой. Первый раз. Первенец мой. Я Господь, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. Да, Бог и Его был близок к своему другу Аврааму. Он был близок другими к Иаку, Исааку, Исааку, Иаку, но никогда не называл. Даже Авраам, я не думаю, что он молился отче наш, сущий на небне. Я не думаю, что он так произносил это, что он дерзнул. А вот об Израиле сказано, что он называет его сыном своим. Сын мой, первенец мой. И меня интересует одна интересная мысль. Статус сыновства услышал Израиль во время самых больших страданий. Я когда представляю страдания Израиля, когда им наложили двойную норму кирпича, когда на их спине была пыль, кровь смешалась вместе с этим грязью кирпичом, когда они были худые и измученные, когда их, я думал, вот этим бездомным в несколько раз лучше, чем этим израильчанам было. Те бездомные попрошайки хоть сидели, просили-то их, не били им, хоть что-то додавали, кидали, а этих же били, и тем не менее вот этот статус сыновства получили, приобрели во время этих самых таких страданий. Почему? Это очень важно. Израиль, сын мой, первенец, ты фараон и египтяне, вы этого не знали? Так знаете? Так знаете? Это не просто рабы, которых вы считаете, это сыны мои, это первенец мой. статус сыновства узнается в таком горе, в таком страдании. Но я хочу сказать, есть слово «но» или по-украински «але». Но, когда фараон и египтяне услышали, что это сыны Божьи, думаете, они сказали, «Ох, мы не будем их трогать, мы их уважать». Наоборот. Как только услышали, что это сыны Божьи, начали их еще относиться к ним еще хуже. И я думаю, братья и сестры, разве Ирод не так поступил, когда узнал, что младенец, который родился нам, сын, дан нам, и как он узнал, что это Божье, стал уничтожать, гнать, ненавидеть. Я вам скажу одну такую мысль, особенно молодые, да и не думайте, что когда вы скажете, вы христианин, вас в мире будут уважать. Не всегда. Может быть, верующие вас будут окружать, может быть, и порадуются, а если не верующие, еще хуже, братья и сестры. Я у себя на работе уже здесь в Америке сказал своему начальнику такую простую фразу, он заставлял делать то, что не должно делать христианам, я ему просто так и сказал, что я не буду делать, я не смогу это делать, и не буду. Почему? А я христианин. Ух! А как посмотрел на него лицо, он сблетел, так зубами, весь, я думал, он бы мне готов бы там прямо. Как он изменился ко мне? Братья и сестры, как только узнаешь, что вы сыны Божьи, не думайте, что вот эти долопоклонники отнесутся к вам с добром, с уважением, ну, а еще хуже может быть. Я сына своего вызвал из Египта. Мне что нравится здесь в этой истории, что Бог не стыдится вот таких сыновей своих. Их другие считают грабами, ничтожными, глупыми, может быть, какими-то, кто знает какими, но Господь не стыдится их. Вот это мне нравится. Вы знаете, Господь не стыдился своего Сына Иисуса Христа, Бог Отец не стыдился. Я не совсем понимаю, что значит Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня. Я не могу это объяснить. Однако, я хочу сказать, что Бог Отец, Бог Творец никогда, никогда не стыдился Иисуса Христа, в каком бы Он положении не был, или когда исцелял, или когда на кресте был. Я хочу сказать и себе, и вам, братья и сестры, в каком бы мы положении не были, молодые, старенькие, какие бы сильные, не сильные. Может быть, знаете, я бы даже сказал, что даже, может быть, наша жизнь запачкана, не всегда чистая, но Господь не стыдится вас. Он называет вас сыновьями, называет нас сыновьями. Он хочет, чтобы мы вышли из Египта. Он любит нас таких слабых и немощных с нашими недостатками. Хорошо ли для этого вас в Новом году услышать, братья и сестры, Господь нас любит такими, как мы есть, но хочет, чтобы мы стали лучше. Он хочет, чтобы мы были еще лучше. Он хочет, чтобы мы вышли из Египта с этого унижения и оскорбления. В Египте, в жизни, на этой земле мы действительно всегда будем унижаться. Я так бы сказал такую фразу, у каждого Давида есть свой Саул, который будет тебя унижать. У каждого Мардахея есть свой Аман, который хочет нас уничтожить. У вашей жизни есть свои Саулы, свои Аманы. И они всегда рождены по плоти, всегда гнал кого? Рожденных по духу. Всегда это будет, братья и сестры. Всегда будут трудности в нашей жизни, оскорбления, унижения, но Господь нас не стыдится. Вот это мне очень нравится, и я это очень люблю. Когда Израиль был юн, я любил его, говорит Господь, из Египта, я вызвал, вызвал еще одна думка, одно слово на него, обратим внимание, из Египта. Всего две буквы, из, братья и сестры, вызвал, не в Египте благословил их, а вызвал из Египта. Это интересная мысль. Эта земля чужая, говорит Господь, потомки твои будут в этой земле, но Господь говорит мне и вам сегодня, выйди из Египта. Сын Иисуса Христа вызвал из Египта, израильский народ вызвал из Египта. Нам Он говорит, вы в этом Египте не свои, вы странники и пришельцы на этой земле. Пожалуйста, не устраивайте свою жизнь так, чтобы как будто вы всегда здесь будете. Не устраивайте. Как бы мир не был к нам хорош, благосклонен, как бы не давал нам, ну, не золото, в крайнем случае, зеленые доллары, и как можно больше есть получать, не устраивайте здесь, говорит Господь. Это не ваша земля. Не здесь я вам обещал благословение, не здесь я вам обещал полноту славы, не здесь я вам обещал жизнь вечную, не здесь я вам обещал благополучие. Братис, не устраивайте. Жить нужно, но жить нужно умеренно. Вы знаете, жить так, чтобы всегда, всегда можно было оторваться, как брат сказал, сколько чемодана у нас сейчас. Да, это такое дело, но мы здесь гости, мы здесь странники, мы здесь пришельцы, и Господь нам обещал благословение тогда, когда мы выйдем из Египта, когда уже не будем в Египте. Вот сделаем такой вывод, братья и сестры, что мы не можем стать частью этого мира. Когда Яков попал в Египет, помните, когда он призвал своих сыновей и говорит Иосифу, сыновьям своим, клянись, клянись, что кости мои вынесешь из Египта, клянись, что прах мой отсюда унесешь, клянись, что здесь в Египте моего не будет ничего, клянись. И я думаю, да, интересно, как же Господь благословит меня, нас, христиан, это точно так само, когда мы скажем, и кости мои не останется в этом Египте, и ноги моей не будешь, чтобы я привязался к этому миру, к этому Египту, выйди из Египта, и тогда я благословлю Тебя, благословлю Тебя. Вы знаете, я все-таки хочу сказать, что буквально церковь действительно вышла из Египта. Я недавно просто сел и думаю, интересно, а как все-таки церковь выйдет из Египта? В каком смысле? Да, в духовном смысле правильно, с этой земли. Но я вам скажу одну истину, которую я нашел и для себя даже записал. Ведь практически наша церковь, братья и сестры, из Египта. Все, что вы учите там молодше в семинариях, все это там наука из Египта. Я прочитал, что Египет, город Александрия образовался в 332 году. Александр Великий его начал, захватил эту местность, начал строить там этот город. Очень быстро этот город стал экономически одним из центров. И дальше пишется интересная мысль. В середине первого столетия нашей уже эры, это было до нашей эры, в нашей эре стало распространяться христианство. И там пишется в этом, что есть предание, что первым епископом христианской церкви в городе Александрии в Египте был евангелист Марк в 42-м году. Потом были другие богословы, были такие, как Ориген, которого любят субботники, Иоанн Златоуст, которого любят православные. Там был Арсений, там был Антоний Великий, откуда пошло монашество, откуда? Из Египта. Там была первая христианская богословская школа. И при том, такая школа, которую вы сегодня учите, и мы учим, Афанасий, Блаженный Августин, все они оттуда, оттуда. Сегодня у нас нет лучшей науки, как Блаженного Августина. Мы ее читаем, мы ее изучаем. Из Египта возвал я сына своего. И, братья и сестры, заканчиваю, я хотел бы обратить ваше внимание на это простое слово. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего. Такая мысль, что мы должны пройти этот путь страданий, путь Египта, это я называю путь страданий. Но в Египте мы узнаем статус, свой статус, статус нашего сыновства. Когда православные говорят, они говорят, ты спасен, ты сын Божий. Там в небе узнаем поздно. Поздно. Статус сыновства, что я сын Божий, мы узнаем здесь, в Египте, на этой земле. Тут мы узнаем этот статус. И мы должны выйти из этого Египта, мы не должны строить себе постоянное место жительства. Мы должны не привязываться, может быть, и я, и мы должны сказать, и кости наши должны быть вынесены с Египта. Ничего мирского не должно быть. Господь Иисус Христос, Он тоже вышел из Египта, и Он сегодня одесную отцам. Братья и сестры, давайте вспомним это, вспомним и будем благодарить нашего Господа за то, что Он вызвал и нас, и вызывает нас дальше, и продолжает нас звать из этого земного Египта, для того, чтобы мы были с Господом, чтобы мы, как апостол Павел, я бы даже сказал, любили встретить, хотели встретиться. Апостол меня поражает, уже у меня такие года, что надо думать так, как думал апостол Павел, что я хочу же разрешиться. Вы знаете, это такая мысль, что-то привязывает нас здесь, ничего не должно привязать, мы имеем Господа на небесах, Он ждет нас там. Помолимся, прославим Бога. Аминь. Господь наш и Бог наш, я благодарю Тебя, что в свое время Ты вывел сыновей своих из Египта, Ты сам их повел, Ты пошел сам впереди во главе, Ты, Господь, сегодня ведешь церковь Твою святую, Твою невесту, Ты, Господи, идешь впереди, и я верю, что Ты доведешь нас до вечности, но, Господи, я знаю, что моей привязанности не должно быть до этого мира, не должно быть ничего, чтобы Господи держало меня здесь. Благослови меня и каждого из нас здесь присутствующего, смотреть на Тебя, ожидать Тебя, понимать вечность, воспринимать ее, понимать эти пророческие слова, что они относятся и ко мне, и к нам сегодня, что Ты, Господи, зовешь нас из этого места. Все обетования, все, Господи, благословения наивысшие, которые Ты обещал, народу Своему. Они совершаются здесь, но и совершаются совершаться в вечности. Хвала Тебя за это. Господи, благослови народ Твой, благослови церковь Твою, в следующем году, чтобы, Господи, больше поклоняться Тебе, славить Тебя, читать Слово Твое Святое, изучать Его и жить по Нему. Да будет хвала Тебе, Отец, Сыне и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Богу за сегодняшний вечер, за то, что Господь благословил нас этим хорошим общением, напомнил нам о том, что Он тот, который благословляет нас, напомнил нам о том, что Он вызывает нас из этого мира и, более того, дает нам надежду и обещание, что доведет до желанной цели. Еще одно пение, группа общего пения. Пожалуйста, братья и сестры, мы споем гимн и помолимся при нашем расходе с этого места. Давайте мы стоя споем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусть мороз встречит порою, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благословил эту семью также Будем молиться, братья и сестры, особенно сейчас, в новом году, когда огромный акцент ставится на церковной молитве. Помните о молитвах о том, чтобы молиться, чтобы Господь дал нам возможность быть верными Ему за миссионерское служение, за гонимую церковь, которая переносит сильные страдания, за страны, откуда мы выехали, чтобы Господь также дал мир и в Украине, и в России, и в Сирии, и в Израиле, и на всяком месте. Поэтому будем молиться также и за церковь здесь, в нашем городе Сакраменто, в Соединенных Штатах, чтобы мы не просто говорили о том, что Бог дает нам хлеб, и нам хорошо здесь, но чтобы мы исполнили Его волю, потому что мы должны быть свидетелями. Поэтому я призываю каждого из вас в новом году особое внимание обращать тем людям, которые еще не знают Спасителя Иисуса Христа. Мы с ними встречаемся каждый день. Иногда простая визитка может помочь человеку прийти в церковь или спросить, есть у тебя Евангелие и Библия, рассказать об Иисусе Христе. Иногда мы вот в нашем таком спокойствии не думаем о благовестии, но это наша первостепенная задача. Не потому, что мы хотим, чтобы себя прославить, но действительно, если мы переживаем за людей, за их души, вот так, как мы за родных своих вопоем Богу, чтобы мы вопияли к Богу о тех душах, которые еще не знают Спасителя, которые еще не знают Христа. Давайте помолимся. Отец Милосердный, в этот первый день Нового года мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что знаем, что в этом нет наших заслуг, но Ты любишь миловать. Ты Тот, Который обновляешь свою милость каждое утро. Ты Тот, по милости Которого мы еще не исчезли с этой земли. Более того, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел нас в этом мире. Нашел, Господь открыл нам истину, указал на Иисуса Христа нашего Господа и спасительный единственный путь правильный из жизни, которую Ты даешь нам в нем. Господи, Милосердный, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил поместную церковь. Благослови всех нас, предстоящих перед Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в нашей жизни Ты совершаешь великие дела, позволяешь нам видеть благодать Твою в нашей жизни, позволяешь нам, Господи, видеть Твои благодеяния и Твою благодеющую руку, которая над нами. И мы просим Тебя и в этом Новом году сохрани нас от зла и от лукавого. Помоги нам быть Твоими свидетелями на каждом месте, чтобы еще многим людям рассказать о Тебе, о Тебе, нашим Господе и Спасителе Иисуса Христе, который избавляет нас от греха и его последствий. Господь милосердных, прошу Тебя за братьев дальнебойщиков, которые трудятся сейчас на дорогах этой страны в этих погодных условиях непростых. Ты храни, Господь, на дорогах. Мы просим Тебя и за брата Игоря Габурича и за их деток. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты подарил им исцеление и дал им облегчение от того недуга, который в их телах. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил их дух, чтобы они полностью надели на Тебя. Другие братья и сестры, которые сильно болеют, мы просим Тебя за Ольгу Владимировну, за Марка Владяну. Просим Тебя, Господь, за Владимира Букалова, Аню Мейка. Просим Тебя за Диану Костюк, Господь, за Диму Паруша. Просим Тебя за Струмарию Черную. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил их в их немощах, потому что страдания их велики. Прошу Тебя, Господь, за наших родных и близких, о которых мы Тебя также вызываем и просим о том, чтобы Ты обратил внимание и на их физическое состояние. но более прошу Тебя о тех, которые духовно очень слабы, которые нуждаются в Твоем подкреплении, которые нуждаются в Твоем спасении. Господи, помилуй их ради имени Твоего Святого и прибудь Ты с ними. Прошу Тебя, милосердный Отец, также, чтобы Ты распустил нас с этого места с миром. А благодать Господа нашего Иисуса Христа, любого Бога Отца и общения Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны, братья и сестры. До встречи в это воскресенье в 10 часов утра. Хочу напомнить, что у нас будет вечеря Господня. Поэтому да благословит Вас Господь и сохранит в этом мире с Богом.